Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, депутат Сейма. Игорь Заринч у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Вот вы буквально с корабля на бал, я уже не знаю, и наоборот. Вот пленарное заседание Сейма, очень горячее сегодня было, но, конечно, в центре внимания закона Роспуска Рижской Думы, хотя, в принципе, тут не нужно было далеко долго гадать. Всем было понятно, что сегодня правящее большинство проголосует за Роспуск Рижской Думы. Так оно и случилось. Еще одна очень важная тема, сразу хочу сказать, это все, что связано с ОИК или КОСК, коэффициент обязательной закупки. Обязательно об этом поговорим чуточку позже. Но все-таки вот к самому актуальному, к Роспуск Рижской Думы, я тоже следил за дебатами. Согласие или оппозиция вообще всеми оказалась в такой трудной ситуации. С одной стороны, вроде бы вы видите, как это все делается коряво со стороны правящей коалиции с точки зрения соблюдения процедуры, законности. С другой стороны, и сама Рижская Дума в последние недели показала свою недееспособность. Вот, может быть, несколько слов об этом. Да, ну и ситуация действительно была такая интересная и такая своеобразная. Почему? Действительно, то, что вот эти последние происшествия в Рижской Думе, когда Рижская Дума явно показала свою недееспособность и выполнила все эти критерии, по которым законно они должны быть распущены, то есть не было трех этих заседаний подряд, то ясно, что такую Думу тут надо распускать и делать новый выбор. Но сегодня дебаты были о чем? О том, что не о том, что распускать или не распускать, но почему вот те, которые все время так хотели распустить Рижскую Думу, никак не могли найти повод, когда этот повод появился, почему они не хотели сделать это правовым образом? То есть то, как был сделан распуск этой Думы, он на самом-то деле был сделан таким, я бы сказал, противоправовым и совсем не демократическим образом. Я объясню нашим случаям, чтобы было понятно, насколько эта ситуация сегодня была абсурдной. То есть уже долгое время правящая коалиция в парламенте, она продвигала такой специфический законопроект про распуск Рижской Думы. И как обоснование, единственное обоснование распуска Рижской Думы было о том, что Рижская Дума не способна вывести мусор. Ну что явно каждый рижанин видел, что это и фактически это не соответствует действительности. И юридически, так как это было сделано, как это было обосновано, даже юридическое бюро парламента, которое рассматривает и дает свою оценку, свою экспертизу, они сказали, ребята, ну это не идет. Это вообще... Ну они очень корректно выразили, что если такое решение будет оспарено в суде, есть очень большие риски. То есть, корректно сказали правящие коалиции, что, ребят, ну вам не получилось это сделать, вообще этот законопроект. И вот что интересно, что правительство вместо того, чтобы продвигать новый законопроект с новым, с этим действительно обоснованной причиной, почему Рижскую Думу надо распустить, вместо этого решило дальше продвигать этот проект. И как решило продвигать? То есть, мы этот законопроект, который уже вот сегодня, которые были дебаты, который вот был утвержден, он был уже, он уже прошел все процедуры в парламенте, он уже был отдан президиуму, уже подписал, все отдал его на... Именно по причине невывоза мусора. Да, именно по причине невывоза мусора. То есть, все дебаты уже закончились. И почему я говорю, что вот это такая, вот то, что сегодня произошло, это очень значимо, что показывает, насколько, в какой состоянии находится реальная демократия в нашем государстве. И вообще, ну вот, правовость в нашем государстве, это вот показывает вот это решение. Почему? Потому что, если мы демократическая республика, так как это написано в нашей Конституции, все законы принимают, вот такие решения принимает парламент. И есть определенная процедура, которая проходит, чтобы эти решения, они были взвешены, они были продебатированы, чтобы вот, ну, все аргументы, все стороны интересов были правильно сбалансированы. То есть, там идет, ну, идет в нескольких течениях, да. Там, если вот как было это в данном случае, вот это, ну, срочное, да, порядок, то он определяет даже в этом срочном порядке, что есть как минимум два течения. То есть, первый, концептуальный, когда вот мы дебатируем про этот законопроект, решаем. И второй поправка. И второй идет поправки, где уже когда ты видишь этот законопроект, ты подаешь эти поправки, депутаты дают поправки, и потом опять идет дебаты. А что сейчас произошло? То есть, мы сделали вот этот старый законопроект по этому срочной процедуре, то есть, его подали, утвердили, потом дальше шли в эти поправки, мы давали эти поправки, исходя из этого законопроекта. И когда это уже все было продебатировано, и все отдано уже сейчас в парламент на окончательное голосование, вдруг правительство решило после всех сроков, а давайте мы сейчас подадим еще одну свою поправку к этому всему. И получилось сегодня вообще, ну такая бессмыслица, мы дебатировали по проправке, которые были поданы к законопроекту, который уже, в общем-то, существенно поменялся. А это значит, что на самом-то деле парламент сегодня выступал просто как такая слепая машина голосования, которой просто ее обязанность некомпетентно принимать свои решения, некомпетентно представлять интересы своих избирателей, а просто проголосовать про то, что решил Коалиционный Совет. Притом самое интересное, я так понимаю, что и даже забавное, что вообще законопроекта Мороспуска Ижской Думы занималась бюджетной комиссией. А это вообще, ну что... Надо было еще под комиссию по спорту. Да, вот это... На самом-то деле, вот это, почему я говорю, что это очень значимо, что показывает вот такая, действительно, как вот у нас есть этот коронавирус, который сейчас идет, вот эти симптомы, вот это как у этого вируса. Сейчас видим, вот у вируса, вот такое, действительно, Латвия, как вот демократическое и правовое государство сейчас на данный момент фактически не существует. То есть, все нарушается, вплоть до самого высокого уровня. А как же бескомпромиссная законность? Вот то, что я сегодня говорил, что, наверное, с иронией отметил, что вот, наверное, концепция бескомпромиссной законности, это когда нету никаких компромиссов с законностью. То, что если вот надо соблюдать закон, но если вот есть интересы... То можно не соблюдать. То можно не соблюдать. И никакие компромиссы здесь не нужны. И, между прочим, я такой поправки подал. Сказал, что, ребята, ну давайте утвердим этот законопроект в порядке бескомпромиссной законности. То есть, что никакая правовая база для этого не нужна. Хватает, что вот вы так решили. И на самом-то деле сегодня так и произошло. То есть, в общем-то, грубо так нарушают те принципы, которые прописаны в нашей Конституции. Просто потому, что кому-то так хотелось. Ну вот, такое решение было принято. Тем не менее, вот возвращаясь к Кришской думе, вот я так понимаю, что если бы оппозиция очень хотела, она могла бы давно взять власть. Я имею в виду традиционную оппозицию. Именно. И показать, как надо управлять. Ведь у нее была такая возможность. Знаете, вот Абик, ты затронул сейчас такую интересную стезию о этом всем происшествующем. Да. Что на самом-то деле действительно, а что изменится с распуском думы? Ну будет новая дума, хорошо, пропорции там изменятся. Скорее всего. Возможно, да. Да, может так получиться. Но и сейчас они могли эти пропорции изменить себе. И уже без всех этих выборов они могли изменить эти пропорции себе во благо. Потому что те четыре депутата, которые там откололись, они сказали, ребята, мы готовы вас поддержать. Мы не требуем никаких у себя там, не выдвигаем никакие требования, там, должности и так далее. Вот берите власть, мы вас поддержим, у вас будет большинство. Но оппозиция почему-то решила этого не делать. Тогда вопрос. А зачем вообще тогда это делается? И смотри, и поскольку почему-то продвигалось очень такое странное обоснование распуска думы изначально, то есть насчет этого мусора, вывоза мусора, которого, ну, всем видно было, что это необоснованно. И я, как это вижу, что это просто идет игра на то, чтобы переиграть все эти большие закупки, которые будут насчет обхозяйствования этого мусора, который сотни миллионов, чтобы получить вот такой рычаг, который можно было бы использовать вот в этих дальнейших играх. И я вижу это единственным вот таким разъяснением, почему правящая коалиция упорно отказалась изменить этот законопроект, потому что этот повод уже не нужен был, уже был реальный обоснованный повод, то есть распуск речи Дум, потому что она не дееспособна. Это самая главная причина. Она не может принимать решения. И она действительно не дееспособна по закону получать сейчас. И если бы они продвигали такой законопроект, я думаю, что весь парламент за него бы проголосовал, потому что это законно. И если мы право и государство, то мы все должны заплодить закон. В том числе и наша фракция тогда, я думаю, голосовал бы за такой законопроект, потому что это законно. Вот тоже интересно, я понимаю, что это вроде бы мы сейчас пытаемся заниматься в такую игру сам дурак, но, тем не менее, ведь правящая коалиция сама решила не соблюдать закон. Я имею в виду закон о финансировании здравоохранения, потом нарушение всей процедуры, помните, когда принимался закон, который оппозиция заблокировала на два месяца, что Рижская дума будет работать пять с половиной лет, а почему не десять с половиной, не пятнадцать, и это было, я так понимаю, продавлено вопреки решению комиссии, вообще в нарушении карты Басрулиса и всего. Ну, конечно. Но вот это то, что я говорю, что вот то, что сейчас происходит, действительно это такие очень серьезные симптомы, серьезные болезни, которые, если ты помнишь, я уже предвидел год назад, уже тогда, когда мы выбирали президента тоже, это было наглядно, как не демократическим образом, нарушая процедуру, было решено, что вот коалиция вот так продавит свое необходимое решение. А насчет медиков это вообще было, ну это было классика вообще. Такое, ну вообще, ну куда еще дальше? Те же самые депутаты, которые сами принимали этот закон, потом его нарушили. Ну, тогда еще больше есть обоснования, вот такую парламент распустить. Это то, что я сегодня и говорил, что вот я вижу, что вот если парламент так поступает, то в этой ситуации мы видим, что Реческая Дума недееспособна, и чем быстрее распустить, тем лучше для всех будет, да. И то же самое надо было бы делать с парламентом, который просто грубо, систематически уже нарушает все те принципы, которые прописаны в нашей Конституции. Ну куда еще дальше? Если сам парламент этим уже занимается. Ну вот это мое уведение. Я, в общем-то, сам уже подписался за распуск этого парламента, что и советую делать всем. Это будет единственное, как можно заставить политиков, когда они почувствуют, что если они не будут выполнять то, что они обещали, и даже не выполнять закон, что они за это ответят, то это единственное, как вот можно заставить их там, ну скажем, принимать более ответственные решения. А вот действительно хорошо, что вы эту тему затронули. Мы видим, что если в первые недели, когда только был инициирован этот сбор подписей за распуск Сейма, была очень высокая активность избирателей, потом как-то это все стихло, 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 и сейчас уже многие даже подзабыли, что оказывается по-прежнему на этом официальном портале можно подписаться. Да, это можно подписаться, это очень просто сделать, я сам это попробовал, то есть вы так же, как вы идете в интернет-банк, заходите, вводите свои данные, просто нажимаете клик, что вы за распуск Сейма. Это очень просто и легко сделать. И почему, я думаю, один из поводов, почему так вот это было все заглушено, очень просто, после того, как началась эта большая волна за распуск Сейма, что сделал парламент, что сделали правящие политики, они начали теленаправленно врать обществу, что вот этот закон, который они приняли, это была ошибка, и что его нельзя было выполнить. Это все вранье. И это я наглядно доказал, сделал сразу запрос в Министерство финансов, в Министерство здравоохранения, премьер-министру, там уже целая эпопея была, сначала затребовал от них, чтобы они дали правовое обоснение своему решению, и потом, когда они начали, и что было интересно, они не смогли дать, не было никакого правового обоснования, то есть Каренч вообще, он избегал приходить в парламент, чтобы давать эти разъяснения. Один раз он прислал Министерство здравоохранения, которое, конечно, про юридическое ничего обоснования не могло сказать, потом, в следующий раз, ну, чтобы ему самому не приходить, он просто, он наврал парламенту, что он в Брюсселе, хотя, ну, только что был по телевизору в Латвии, то есть поймали на вранье, и тогда мы в один день собрали подписи, что мы сделаем комиссию, будем расследовать это все, и что мы, если надо, приведем его в наручниках, в парламент, и заставим ему давать разъяснение, почему он принял такое решение. Это, конечно, нигде никто, ни один медий не показал, потому что всем было очень важно показывать правильное, правильное мышление, да, и после этого пришел и Каренч, вместе с Рейрисом, то есть, Министерством финансов, и вместе с Министром здравоохранения троем на комиссию давать свои разъяснения, и в конце концов они не смогли их дать, то есть, не было никакого обоснования, и в конце концов они сказали вообще, что они вообще ничего не нарушили, и им вообще ничего не надо выполнять, что там разбирайтесь сами, и потом, после этого, пошла эта такая телесообразная, теленаправленная компания в масс-медиах о том, что парламент ошибся, что он принял неправильный закон, и там даже, помните, когда перед медиками вышла спикер парламента, Мурный сказал, я извиняюсь, что мы приняли такое необдуманное решение, это все вранье. Мы совсем не хотели вам получать заработную плату, то есть, но это вранье, почему? Потому что, действительно, эта ситуация, вот многие не знают, вот это умалчивается, да, как принималось вообще это решение, я сам его принимал, я его хорошо помню, я давно боролся за то, чтобы вот действительно вот этот вопрос заплаты медников, они должны решаться, там действительно фундаментальные проблемы, и было как, в этом, в 18-м году, когда это решалось, под конец, под конец 18-го года уже была такая ситуация с персоналом медицины, что даже не было необходимого персонала для неотложной скорой помощи, и чтобы это решить, тогда уже была специальная комиссия, трехсторонная комиссия, которая была и правительство, и профсоюзы, и вот и решили, они сказали, ребята, окей, мы будем работать, мы берем дополнительные ставки, мы будем там работать больше, чем положено, с условием, если вы даете у нас четкий коридор, как будут повышаться наши зарплаты, и была заключена эта договоренность, что в течение трех лет, каждый год, 20% будет повышаться эти зарплаты, с одной стороны, то есть, обязуются политики, с другой стороны, медики обязуются, что они будут выполнять эти задачи, медики свои задачи выполняют, политики, чтобы показать, что действительно, это серьезно, записали это в законе, и в законе не было записано обещание, там была написана, это существенная деталь такая, там была записана задача кабинету министров, правительству, создавая проект на бюджет на 2020, в 2019, соответствующей сумме, то есть, представляете, то есть, мы, если мы считаемся демократической страной, в которой самый высокий орган, это народом избранный парламент, он решил, дал задачу правительству, правительству сказал, а мы не будем это решать. Самое интересное, что даже можно документально легко доказать, что деньги были. И дальше, вот то, что я хочу завершить, то есть, потом, когда я доказал, что нету этого юридического обоснования, они сами это поняли, что нету его, что они действовали бесправно, это вот в нашем правовом государстве, то есть, бесправно, в таком ситуации им, как минимум, надо было бы вообще правительству отступить от своей должности, да, всей, всему правительству, да, и вообще правящей коллекции подать в отставку, так было бы нормальной демократической стране. Они, вместо того, начали всем врать, что это была невыполнимая задача. И тогда я затребовал все данные от Министерства финансов, просчитал и показал на цифрах, что это было выполнено, выполнимая задача, ее спокойно можно было выполнить. И можно было выполнить в том числе не только для медиков найти эти деньги, но найти их и для учителей, и дальше там все эти позиции, которые они говорили, на все денег хватило. Почему это не было сделано? Это был очень тинический ответ, знаете какой? Что мы вот просто так решили, мы вот так политически... Такие у нас приоритеты. Нет, просто нет, еще тиничнее это было сказано, это была наша политическая сделка. Вот такая у нас была политическая сделка между нашими партиями. Представляете, представляете, в каком государстве мы сейчас находимся, в какой ситуации у нас, так не делают даже наши восточные соседи, которые мы там любим критики, критикировать, что там нету демократии, аутератизма и так далее. Даже там так не поступают. Там хотя бы законы принимают сначала такие, чтобы все было законно. А наши сейчас правящие даже об этом не заботятся. И прямим текстом это говорят и не стыдятся, и говорят, вы что, что вы у нас сейчас упрекаете? Мы так решили. А как за 48 часов порты были отняты? Ну, это вообще было... Это было, я так понимаю, триумб без компромиссной законности. Да, это вообще... И представляете, и это им кажется, что вот это все правильно, так и надо делать. Это вот то, о чем я говорю, что на самом-то деле, вот, ну, ребята, это вот то, что сейчас происходит, это очень серьезно. Да, это просто вот мы там чихаем, там пошел насморк, на самом деле все симптомы серьезного вируса, который тут может все вообще, ну, разорить. Вот, кстати, уже видим первые итоги это катастрофическое снижение грузоборота в портах. Ну, это понятно. Это тоже следствие вот этого решения правительства, да? Ну, не только, не только этого. Это, в общем-то, это тоже из-за того, что наше правительство, наши правящие, которые были ответственны за транзитную отрасль, долгое время игнорировали, ну, реальность, то, что, чем они должны были готовиться. По сравнению с литовцами, которые целенаправленно к этому готовились, они понимали, что грузы от России пойдут все меньше и меньше, и что, и что вот вообще такие грузы, на которые мы спокойно лежали, там уголь и так далее, это было ясно, что эти товары скоро здесь не пойдут. И литовцы начали очень целенаправленно работать с Белоруссией, начали модифицировать возможности возможности своего транзитного коридора, чтобы там контейнеры, контейнерные эти грузы можно было принимать. В общем, действительно, серьезно поработали, да, а мы просто сидели и говорили, что у нас вот как будто все и так хорошо, делать ничего не надо. И, к сожалению, до сих пор этим такой философией и занимаются. Или сейчас болтают о многих вещах, но их не делают. Да, вот по поводу того, что не делают, как раз очень хороший у нас будет переход после небольшой паузы на рекламу по поводу ОИК, коэффициенты обязательно закупки, не переключайте. Микс Ньюс. Еще раз добрый вечер, Юрий Зайнич, у нас в студии, депутат Сейма от фракции Согласия, который, я думаю, что многим радиослушателям известен именно как человек, который проводил собственное расследование и как политик, наверное, и просто как гражданин всей этой системы дотаций из нашего кармана за зеленую энергию и эпопея длится очень долго. Я помню, что вам даже удалось документально доказать, что вообще эти субсидии из нашего кармана частным производителем зеленой энергии производились до 2018 года без акцепта Брюсселя. То есть, фактически, это все было незаконно и по-хорошему надо бы деньги эти вернуть. Ну, мы реалисты, мы понимаем, что вряд ли мы этого дождемся. А что сегодня происходит с ОИК и особенно в свете недавно принятого и провозглашенного президентом закона, поправок в закон как раз о рынке электроэнергии. Я помню, что вы с коллегами обращались к президенту, чтобы он не провозглашал закон, но я так понимаю, что вас даже не выслушали. Да, да, все правильно. Расскажите. Все правильно. Все происходит именно так, как я это, если помнишь, в прошлый раз, когда был в студии, и там... Это уже было... Уже не позже, уже где-то год назад уже как предвидел, так и все происходит. То есть, действительно, это то, что было сказано, что действительно эта система 10 лет была незаконна, то есть, с 2007 по 2017 год, пока не было согласования по всем правам Европейского Союза, такая схема считается незаконной. Со всеми из этого истекающих последствий, что действительно можно оспорить и можно потребовать эти деньги обратно, но, конечно, наше правительство это не будет делать. Другое дело, что действительно может какой-нибудь, скажем, коммерсант, который хочет действительно бороться, который платил эти миллионы, он может подать в суд и у него с очень большой возможностью он может отсудить эти деньги. То есть, если кто-то готов этим заниматься, там, это путевая карта и я могу ее дать, и могут доказать и, как говорится, заставить ответить за этот беспредел. Но то, что сейчас здесь происходит, есть одно, то, что обещается, то, что говорится, одно, что на самом деле делается. К сожалению, как всегда, особенно в политике, слова и работа, реальные работы, они сильно различаются. То же самое и здесь. То есть, если мы говорим про этот законопроект, он уже имеет такую длинную бороду, он начался еще в предыдущем парламенте, прямо перед выбором, благодаря тому, что приближались выборы, это такая пора, когда политики думают о народе больше, чем о своих спонсорах, но должны думать. И благодаря этому удалось инициировать вот эти поправки к закону. И поправки, действительно, если бы не были приняты так, как мы их изначально создавали, они бы помогли решить вот эту ОИК-гоферу. Они предусматривали такие, ну, такие, ну, вообще понятные вещи, которые вообще не дало было бы дискутировать, что эта система должна надзираться надлежащим образом, то есть, должны реально проверяться эти все станции, что до сих пор, до той времени не делалась одна вещь. Потом следующее. Те коммерсанты, которые не выполняют условия этой поддержки или мошенничествуют с этими всеми условиями, обязанность этого разрешения поддержки аннулировать. И если он получал эту сумму необоснованно, то есть, обязанность затребовать вот эту необоснованную выплаченную сумму от этого коммерсанта. Что, в принципе, логично. Это логично и вечно. И третья вещь, что для тех коммерсантов, которые все выполняют, эта поддержка должна быть соизмерима, а не чересчур щедра. Так, как это определила Еврокомиссия, когда согласовывала с нами эту схему. То есть, она тоже, согласовывая эту схему, указала Латвии на то, что мы видим вот эти риски перекомпенсации, и Латвия, для того, чтобы получить это согласование, чтобы эта схема была законна, обязовалась со своей стороны вот эту перекомпенсацию устранить. Но до сих пор это не было сделано. И вот, чтобы эти все вещи Министерство экономики было бы обязано сделать, мы хотели прописать на уровне закона. Потому что то, что делало Министерство экономики, почему было необходимо это сделать на уровне закона? Потому что до сих пор Министерство экономики, пользуясь тем, что в законе это не было четко прописано, Она своими правилами все переигрывала, и благодаря этому получилась вот эта афера, которая до сих пор, к сожалению, продолжается. Ну и вот такой законопроект был подан, мы почти-почти успели его принять в окончательном чтении, но не хватило одной недели. И вот пришли к власти сейчас те новые борцы за справедливость, которые обещали, что вот мы все тут расправимся, и вот в результате что получилось. Это законопроект, мы смотрели в этом парламенте уже больше, чем год, и он был специально затянут, и затянули именно те, которые больше всех говорили, что они будут бороться, то есть партия КПВ, которая сейчас под надзором которой находится в Министерстве экономики. Именно Министерство экономики было так, которое торпедировало своими предложениями вот этот законопроект, и опять тут игры шли примерно такие же, как с Рыжской думой, когда вот прошло одно чтение, они увидели, что вот что-то им там не нравится, уже после срока подачи этих предложений, уже поправок, они опять приходили, переигрывали эту ситуацию, и парламент опять это утверждал. Ему это, и в результате даже были утверждены редакции, которые были вообще совсем не такие, какие были, когда мы их пригласовали, да. Но опять это кого-то особенно не волновало, да. Ну вот, и в конце концов этот законопроект получился такой, что из него вообще почти ничего не осталось изначально того, что задумывалось. Сейчас почти все обиграно, то есть если мы говорим про вообще такой интересный механизм, который был сделан, да, там, вот вы, наверное, слушатели, многие слышали, как Министерство экономики, Киспена и Нортак говорит, что вот 21-го года ОИК не будет. И действительно приводит доводы, как они думают это делать. Вот то, что они договаривают, что ОИК в ваших счетах не будет, но просто будут другие платежи, он будет спрятан под другими платежами. А, то есть все равно мы за это будем платить? Конечно. И то, что они предлагают, то, что вот они говорят, вот мы обещали, мы это выполним, в 21-м году этого не будет, они на самом деле это обещают для того, чтобы продолжать эту аферу, не для того, чтобы ее искоренить, да, а для того, чтобы ее продолжить. И как она будет продолжать, то есть вам скажут, что увидите, в своих счетах вы это не видите, но в самом-то деле это будет сейчас платиться из бюджета, то есть за деньги медиков, за деньги учителей, полицейских, да, то есть эти миллионы будут спрятаны сейчас в бюджете. То есть сама этот поход, что мы ликвидируем ОИК, он эту бремя ОИК не уменьшит ни на цент, вообще ни на цент. Почему я об этом говорю? Потому что что интересно прописано в законопроекте? В законопроекте почти все то, что мы говорили, то, что там насчет проверок, насчет всех остальных вещей, там прописано, что это будет относиться только к ОИК. И дальше, вместо того, чтобы прописать в законе, что же должно делаться, скажем, вот тот же самый принцип, что я говорил, что вот за такие вот нарушения должны отниматься эти разрешения, это опять вынуто. То есть министерство экономики, по предложению министерства экономики, правящие опять выбрали это из закона, в законе это уже не прописано, там написано, что это опять будет решать министерство экономики со своими правилами. То есть, мы как будто обратно вернулись. Еще больше. Написано сейчас по закону, то есть, пролоббировали норму, что многие вот эти все правила, которые сейчас должны создавать, чтобы этот закон мог бы работать, они вообще вступят в силу после 2021 года вообще. То есть, что получается? Что тогда, когда эти нормы реально можно будет использовать, реально с ними действовать, они уже не будут действовать вообще, потому что ОИК не будет, будет другая система. Но к этой другой системе это уже не относится. То есть, элегантно поигрываясь, то есть, то, что сейчас сделано где-то год-полтора, вообще ничего нельзя будет делать, потому что не будет этих правил, по которым это можно делать. А после этого, когда они будут, уже нечего будет делать. То есть, создана просто новая прикрытие этой аферы уже на уровне закона. И это то, что очень плохо, потому что если до сих пор было действительно ну, если бы была политическая воля, можно было, ну, много и много миллионов этих денег, которые, ну, выплачены, необоснованно, правовым путем вернуть, то сейчас это будет сделать намного сложнее, даже не зная, можно ли вообще будет сделать. Потому что они скажут, ребята, вот закон, мы сейчас действуем по закону, и по закону прописано вот то, что все то, с чем мы хотели сражаться, то есть, это были реальные проверки, чтобы были эти аннуляции, этих разрешений, если ты мошенник, чтобы было право востребовать обратно незаконно выплаченные, и чтобы это было соизмеримо, все это аннулировано сейчас. А можно ли вообще подать жалобу, вот наша радиослушательница пишет по системе WhatsApp, пишет, а можно ли вообще пожаловаться в Европейский Союз? Конечно, можно, но опять это очень сложно, бюрокрически, то есть, да, действительно, это можно делать, но дело в том, что я вот тоже ввел диалог с Еврокомиссией насчет этого всего, чтобы разъяснить. И, ну, там ясно, что чиновники, они вообще не хотят ничего делать, так, там сразу сказали, вот будет судебное решение, вот по суду мы там готовы что-то там изменять, но я сказал, хорошо, дайте обоснование, я сказал, ну как, ну, наверное, ваше правительство все нам обосновало. И когда я начал узнавать конкретно, что они говорили, то то, что я получил, из той информации я вижу, что вот та система поддержки, которая была согласована с Еврокомиссией, и та система, которую реально внедрили, это две разные системы, да. И я думаю, то, что сейчас будет делаться, они будут наши, наши вот, те, которые вот ответственны за эту систему, они будут все это преподавать в таком русле, что, мол, мы сейчас внедраем то, что нам Еврокомиссия говорила, а Еврокомиссия будет говорить, мол, вот, ребят, вот, вот, давайте вот это то, что вот мы считаем соизмеримым. На самом-то деле, ну, как я вижу, то, что можно сделать, то, что я говорил, вот по этой системе, то, что можно сделать, а вот коммерсанты, которые действительно там серьезно переплатили, они могут действительно обратиться в наш суд и выиграть этот суд на счет тех 10 лет, которые были незаконны с 2007 до 2017 года. Это я вижу очень обоснованным. И почему я это говорю? Потому что похожий судебный процесс уже был связан с Эстонией, где евро, что были бы действительно приняты эти решения, что в таком случае вправе затребовать этот необоснованно выплаченный поддержку, сумму поддержки, все эти, скажем так, залдаем потери, которые связаны с этой, с такой вещью, что можно их затребовать. Вот это то, что можно сделать. Но, к сожалению, то, что мы видим, нет такой политической воли еще больше. То есть еще одна такая риторика, которая рассказывает Министерство экономики, как она борется сейчас с этими станциями. Опять уже наглядно с фактами это я доказал. И вот дальше вот как раз с этим сейчас занимаюсь, что показывает, что на самом-то деле Министерство экономики что-то делает только для того, чтобы не делать, чтобы не бороться с этой эфирией. То есть поскольку удалось заставить им реагировать на эти нарушения, то то, что они делают, они берут, скажем, и здесь нарушение одно. И это пиар, делает пиар, что мол, вот какие мы молодцы и так делаем. Но 10 других они вообще не трогают. Потому что говорят, ну как, мы же боремся, да? И когда им вытягивают документ, говорят, ребята, вот в вашем распоряжении, вот документы реальные, в которых видно, что вот есть эти нарушения, то там видно, что там были мошенничества особо крупных размеров. Сначала они как будто этого не видят, они скрывают, говорят, мы там их штрафовали, когда узнаем, а как штрафовали, ну как, мы им сказали предупреждение, вы сказали предупреждение. Это серьезно. Да, но когда им показывают цифры, по этим цифрам видно, что это, если не миллионы, то сотни тысяч, которые вот незаконно вы выплачиваете, да, и вы просто предупреждение дали больше ничего, потом они говорят, ну да, мы не успели ничего. И тогда, когда им показывают такие, ну вот случаи, где эти данные у них уже больше года, я говорю, ребята, вы что, за это время не могли обратиться в полицию, вот дать информацию, потому что одно вещь, что вы там делаете согласно своими нормативными, а с этим регулировкой там, а другое, что есть еще и криминальная ответственность, да, если вы видите, что там есть факт, наглядный факт, мощенничество в особо крупных размерах, вы это умалчиваете, значит, вы сами как будто уже становитесь соучастником такого преступления. И это та тема, которую я буду дальше развивать, и я думаю, я это докажу, что действительно Министерство экономики сейчас занимается прикрытием афер о мощенничестве в особо крупных размерах. И не просто одного от других случаях, а системно это делает. У нас есть почти там данные, которые мы уже можем уже это наглядно доказать. Да. Вот еще такой вопрос, который я хотел задать. Мне создаётся такое ощущение, что вот те, кто находятся у власти, у них почему-то все время другая повестка дня, далека от реальности. Ведь если мы посмотрим, что в последние недели, чем заняты правящие и все ими, и в правительстве, они что думают? Как вот, о чем мы говорили, решить проблему с зарплатой медиков? Как решить проблему ОИК? Они думают о том, как распустить Рижскую думу, как одного и другого человека туда устроить, там, не знаю, в Совет Лат-Энерго. Как себя удовлетворить. Да. Как в Совет Лат-Энерго. Потом, как мы видим, кто стал министром, госсекретарем Министерства сообщений. Пять дней человек по работе в госуправлении, он вчера передавали раз, и вдруг уже госсекретарь. Да. Да. Ну, что это, это по принципам этой бескомпромиссной законности. Законности, да. Никаких компромиссов в законности. Просто вот как хотим, так и делаем. Но это, понимаете, вот здесь, но я отношусь к этой ситуации с пониманием. Почему? Потому что, ну, видно, что люди, которые пришли к власти, они не выдерживают проверку власти. То есть, там люди, которые, ну, вот очень так быстро поднялись неоткуда, да. И видно, что, ну, это как сосуд, в который ты наливаешь там горячую воду, и он просто расплескивается, да. Но это то, что реально происходит. К сожалению, это такой процесс развития нашего государства, который мы должны пройти. Почему мы все время находимся в этой изначальной стадии демократии, когда вот такие вот, это все возможно, но это я тоже объяснял, этот мой механизм, это из-за красных линий, да. То есть, из-за того, что наше общество расколото, и это делает целенаправленно правящие политики, потому что они уловили такой ноу-хау. Если у них удается вот это такое расчленение общества сделать, чтобы сказать, что есть правильные, есть неправильные, они автоматически получают монополию власти. И как только есть эта монополия власти, то в демократии, уже демократия, как эффективный инструмент правления государством, она не работает, потому что демократия, она эффективна только тогда, когда есть эта конкуренция, когда с одной стороны избиратель, он может выбрать в себя более приемлемое политическое предложение, а вот эти политические партии, они должны конкурировать между собой, Чтобы вот найти в власти, я должен сделать что-то лучше, чем другой. А в этом случае этого не нужно. В этом случае хватает столько того, что если будем на Черчилле эти красные линии, то хватает, что я правильный. И тогда правильный всегда создают правительство, а не в власти. Им не надо выполнять свои обещания. И это то, что сейчас вот это капкан, в котором Латвия находится сейчас. Что мы не подвигаемся, потому что людям не надо отвечать за свои обещания. Они могут говорить, что хотят, а потом делать, что хотят. Им за это ничего не будет. И вот пока эта ситуация будет, мы будем идти по кругу. Ну, будем надеяться, что как-то наберется опыта, и те, которым устраивал эта ситуация, они начнут к этому протестовать. Потому что сейчас, на данном случае, мы видим, что у правящих это очень выгодно. Сохранять вот эти красные линии, и вот искать как можно больше поводов, чтобы расчленять наше общество. Чтобы было это противостояние, и чтобы общество тоже поддерживало эту идею красных линий, что есть правильный, а есть неправильный. И только правильные могут быть и власти. И тогда демократия не работает. Мы получаем вместо демократии то, что я говорил, такое, по сути, авторитарный механизм. У нас сейчас про государство такого, этот авторитарный механизм, но просто в отличие от классического авторитарного механизма, где один сильный центр власти, у нас просто куча всяких вот таких, скажем так, по случайности попавших в политику людей, которые очень часто некомпетентны, немощны, и очень часто даже, скажем так, им бы надо было сидеть совсем в другом месте. И такие люди управляют властью, управляют государством. И управляют по принципам уже не демократии, а авторитарного механизма. Как Сирония сказал, что, ребята, вы уже даете уже карту Путину, что даже Путин такие вещи не разрешает сделать. То есть, если вы его упрекаете, что там нет демократии, то что вы сейчас творите здесь? Вот такой последний вопрос. Как долго вот эта вот коалиция, состоящая аж из пяти весьма разных партий, будет держать власть, поскольку мы видим, что сейчас уже такие явные проблемы, мы их наблюдаем? Ну, на самом-то деле мы можем говорить о том, что на самом-то деле четыре партии, и пятое, которые, скажем так, ну, атликумы, как это? Остатки такие. Остатки, да, такие остатки. ТПВЛВ, которых 10 депутатов осталось. Да, и там, я думаю, ну, как я говорил, пока будут красные линии, они будут держаться, просто им некуда, понимаете, эта ситуация такая, что им некуда пасть, они находятся в такой позиции, от которой упасть некуда. Их просто, да, не прислонились к стене и стоят, да. Да, даже, может, не прислонились к стене, может, они в другом месте находятся, от которого уже не упадешь, да, никуда, но вот, и вот, и туда тянет нас всех, да. Понятно, да. Ну, вот, и поэтому они там будут держаться, может, кого-то там расчленят, прогонят, но они будут там держаться. Пока будут красные линии, просто нету других вариантов. И поэтому они могут делать все, что они хотят, вплоть до того, чтобы не соблудоваться ни закона, ни конституции. И все это будет... Есть машина для голосования, и все, да? Да, да, и все. И все это происходит. И это будет продолжаться. И, как я это вижу, и самое выгодное, это для единства, для веноты его. Потому что, как будто все говорят, ну, бедняга, Карнич, как же над премьер-министром, и как он там, вот, как он это все там... Как помочь? Ну, он отлично в этом себя чувствует, потому что партия, она просто набирает очки. Все остальные, он дает... Самая маленькая фракция набирает очки, да? Да, и это мы видим по рейтингам, да, то есть, чем больше там между собой есть эти грязня, особая грязня, потому что они все в одном, как говорится, в одной нищей избирателе, да? И чем больше грызутся другие, тем они больше получают себе очки. И поэтому, я ведь думаю, что это правительство, оно будет продолжать существовать. Так, в принципе... Будут грестись, будут там немножко разбрасываться там какими-то обвинениями, кого-то может там очленят, но они будут оставаться. Потому что им просто некуда пасть. Вот такой, может быть, последний вопрос. Я не знаю, насколько он риторический. Вот мы знаем, что происходит у нас в экономике, мы уже констатировали. Транзит. Программа вот этого видов на жительство тоже умерла. Мы знаем, что с банками нерезидентский, банковский бизнес прекратил существование. Дальше я могу это продолжать. Еврофондов не будет полтора года. Ну, пока там следующий финансовый период, их будет меньше. Как вообще страна будет зарабатывать, как мы будем жить? Есть такое понимание, в парламенте, в правительстве, на ваш взгляд. Ну, скажем так, этот парламент, эти правящие приближаются тому пониманию, которое я дал уже 10 лет назад. Вот они сейчас к этому приближаются. И вот мы можем наглядно увидеть вот это время этих красных линий, что они сделали с нашим государством. Мы потеряли где-то 10 лет. Вот если у нас была бы реальная демократия, вот те вещи, про которые я говорил, мы могли уже сделать 10 лет тому назад. И быть на уровне эстонцев. Вот эстонцы сейчас тоже это начали делать уже пару лет назад. И они вот идут действительно вперед. То есть, до сих пор понимание правящих было, что мы просто должны правильно, фискально, красиво выглядеть. У нас будет бездефитительный бюджет. Мы там будем все правильно делать. И нас сразу все полюбят, придут здесь инвестиции, и все у нас там решится. Я долго объяснял, и вот, наконец, люди поняли, что на самом-то деле в этой нынешней ситуации ключевое это человеческий ресурс. Надо вкладываться в человеческий ресурс. Во-первых, это образование, правильное образование, которое дает вот возможность, почему это так важно? Потому что вот такая одна глобальная вещь, может, те, которые там действительно что-то решают, может, это тоже услышат, и им это может пригодиться, меняется экономический уклад глобальный в мире. То есть глобальный экономический уклад меняется, фундаментальные изменения, то есть уходит старый экономический уклад, который был основан на индустриализации и так далее, и приходит новый, который мы называем экономикой знания. В чем он очень такой специфичен и важен для Латвии? В этих моментах, и это происходит раз в несколько столетий, те государства, которые отстали в предыдущем цикле экономического развития, могут опередить те страны, которые сейчас к ним впереди, если они правильно себя подготовили к этому новому укладу, то есть вот этому укладу экономики знаний. Но мы этого, к сожалению, не делаем. Мы наоборот, мы вот все делаем в противоположности, наоборот, то есть урезали финансирование науки, урезали финансирование инноваций, где мы в последнем месте в Европе, не можем сделать необходимые реформы в образовании, чтобы перейти вот то, что сделали эстонцы. И вот эстонцы сделали пару лет назад, и они сейчас по всем данным уже, то, что показывают, одни из лучших в Европе. И если так они дальше будут делать, то в чем суть, почему так важно эти изменения сделать? Потому что самые большие, скажем так, самую большую прибыль будут делать вот эти новые отрасли, уже не индустрия, уже не заводное производство, а вот эти новые индустрии. Вот те, которые это смогут сделать, они будут получать больше бюджет, больше зарплаты, больше денег для здравоохранения и так далее, и так далее. Если мы эти домашние работы не сделали, а мы не сделали, то мы, те, которые не сделают, они пойдут в отставшие государства. Это то же самое, если мы посмотрим в средние века были государства, которые были сильные, которые хорошо развивались, когда не было производства. Тех государств, у которых было хорошие земли, сельское хозяйство и так далее. Как только прошло производство, резко вырвались те, которые могли создать фабрики и так далее. И вот сейчас следующая индустриальная революция, следующий поток, когда образуется новая формация. И вот те, которые вступят в эту новую формацию, у них будет будущее. Те, которые не вступят, они пойдут в небитие. И, к сожалению, мы идем сейчас по второму сценарию. И идем довольно так и упорно. И это меня действительно волнует. И вот знаете, что у нас был в студии депутат Сейма. Большое спасибо. Спасибо, что пригласили.